Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешу. Аминь. Мы насчитываем деяния апостолов, столкование блаженного фифилакции с комментариями. Номер 16, деяние 17 глава, 30-33 стихи. Итак, оставляя времена неведения, Бог и ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить Вселенную, посредством предопределенного и мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Услышав воскресение мертвых, они одни насмехались, а другие говорили, об этом послушаем тебя в другое время. Итак, Павел вышел из среды их. Толкование. Не об умерших говорит, но о тех, кому проповедовал. Не говорит так же, вы добровольно совершили злодеяние, но вы не знали. Итак, Он объявляет это слушателям, не требуя наказания их, как людей, достойных наказания, но призывая их к покаянию. Непременно, говорит, будет судить за все дела и помышления через мужа, которого определил быть судьей из живых и мертвых. Это вочеловечившийся Господь. Выслушав великую и высокую истину, они не сказали Павлу ни слова, но воскресение осмеивали. 1 Коринфянам 2.14 Душевный человек не принимает того, что Духа Божия, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что и всем надо бы насудить духовно. Одних убедив, а другим был осмеян, судилище находилось на Марсовом холме вне города. 34 стих Некоторые же мужи, пристав к нему, уверовали. Между ними был Дионисий Ариапагит, и женщина именем Дамарь, и другие с ними. Толкование. Ариапагиты разбирали все обиды и все преступления, поэтому Павла, как проповедника чужих богов, влекут в собрание Ариапага. Но один из тогдашних членов Ариапага, божественный Дионисий, по праву судьи, подал голос за истину, и, раскланившись с неразумным, торжественным собранием Ариапагитов, удостоился просвещения светом истины. Хотя Греция была в то время под владычеством римлян, но Афинам и Лакедемиону они предоставили автономию, поэтому должности судей в Афинах и занимали Ариапагиты. Учение о спасении сообщается Дионисию через Павла, а руководится он, как ученик-учителем, великим Ерофеем. Комментарий Игнатия Лапкина. Россия ныне погружена во мрак. Над страной слышится воистину македонский крик «Дайте свет!» Диане 16.9. И было ночью видение Павлу. Предстал некий муж, македонянин, прося его и говоря «Приди в Македонию, помоги нам!» Через проповедь Евангелия каждый должен удостоиться просвещения светом истину. Без проповеди Евангелия народ пребывает в неведении, во мраке и не знает, куда идет. Только живое, вдохновенное слово проповеди, только Дух Святой может удостоить просвещения светом истины. Тогда, Исайя 8.22. «Не всегда будет мрак там, где теперь он загустел». Глава 18.1-6 стихи. «После всего Павел, оставив Афины, пришел в Каринф, и, найдя некоторого иудея имени Макилу, родом Понтианина, недавно пришедшего из Италии, и Прискилу, жену его, потому что Клавдий повелел всем иудеям удалиться из Рима, пришел к ним. И по одинаковости ремесла остался у них и работал, ибо ремеслом их было делание палаток. Во всякую же субботу он говорил в синагоге и убеждал иудеев и эллинов. А когда пришли из Македонии Сила и Тимофей, то Павел, понуждаем был, духом свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос. Но как они противились и злословили, то он, отрязвший одежды свои, сказал и к ним, «Крой ваша на главах ваших, я чист, отныне иду к язычникам». Вот об этом сходятся 3,17 языки Илья. Если не говорил, человек поедет, но его кровь, я защищу тебя. Но если ты говорил, а он не послушал, кровь его на его голове, ты спас твою душу. Монахи этого не знали, совершенно не знали. Как бы можно было прятаться, блуждать по пустыне, ты им не сказал, вокруг люди погибали в грехах, и никому не сказал. Нет. Это стало, то есть антиевангельское, совершенно суперантиевангельское поведение стало восхваляться. Это новая религия, абсолютно новая. Это нормально все, при условии, что Христос не приходил на землю, что Евангелия не было. Тогда монашество, все оправдано. Только одно, Христа и Библию убрать. Ну, тогда это все нормально, это ангелы, боги, и как угодно. Толкование. Был приведен духом и в Каринф. И в Каринфе должен был он оставаться, потому что афиняне, несмотря на то, что любили слушать новости, не внимали истины, так как заботились не о существе дела, а о том, чтобы всегда быть в состоянии сказать что-нибудь. Итак, Павел признал, достаточно бросить там только семя. При Нероне Павел достиг совершенства, а при Клавдии загоралась война против иудеев, и они, как люди опасные, изгонялись из Рима. Поэтому промысл устрояет, что он был отведен туда узником, чтобы не быть изгнанным ему, как иудеянину. Только один народ, который изгонялся, всегда. Осетная черта. Почему? А они везде все это делают, то, чтобы все под себя подчинить и высосать соки из народа. Всегда. Смуты, революции все устраивали. Это путь антиевангельский. Таким иудеям Бог сказал, ваш отец дьявол, но богоизбранность еврейского народа сохранилась. В конце концов, они обратятся к Богу и даже от антихриста побегут, которого воцарят. Потому остался у них, что нашел пристанище у них удобным, так как оно было для него удобнее многих царских чертогов. Как и для атлета, полестро более полезно, чем мягкие ковры. И для воина необходим железный меч, а не золотой. Крой вашим на главах ваших. Думаю, что Павел говорил следующее. Каждый, кто отступает от Христа, который есть в жизни, представляется убивающим себя самого, так как переходит от жизни к смерти и через наносимое себе самому убийство проливает некоторым образом собственную кровь. И так, он говорит следующее. За то, что через неверие вы убиваете себя самих, отвечать пред судом будете вы же сами, так как я невинен в этом. Отсюда можно заключить, что самоубийца наказывается Богом, как убийца. Вот тебе, пожалуйста, то, что считаем Симеон, Столбник, там и проще. Игнатий, лапкин, комментарий. Апостол Павел, пришедший с опозданием в виноградник Господень, торопился, наверстывал упущенное. Все апостолы усвоили простую истину, что новые христиане рождаются только от Слова Божия, ни от богослужения, ни от таинств, ни от святых мест. Главное, это высеять семя, и это семя Слова Божия, и все сеятели от единого Бога. Доколе сеялось семя, росли общины, как у Климента Римского. 75 церквей за один год. Никаких слов, подобных нынешним, прихожанин, причастник, паломник и другие, Слово Божие не знает. И какими бы талантами человек не обладал, все таланты содействовали сеянию Слова. Кому-то сказать о Христе, а далее утешить, помочь материально. Что высевает сегодня священнослужители, не знающие Библию? Какое семя растет? Враг тоже сеет, и при том тогда, когда служители спят. Матфея 13, 25. Когда же люди спали, пришел враг его и посел между пшеницей и плевелой и ушел. 7-11 стихи. И пошел оттуда и пришел к некоторому чтущему Бога именем Иусту, которого дом был подле синагоги. Крисп же, начальник синагоги, уверовал Господа со всем домом своим. И многие из коринфян, слушая, уверовали и крестились. Господь же в видении ночью сказал Павлу, «Не бойся, но говори и не умолкай, ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе». И он оставался там год и шесть месяцев, получая их Слово Божие. Толкование. Это тот самый Крисп, о котором говорит Павел, 1 Коринфянам 1,14. «Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гаия». Наконец, Господь говорит Павлу то, в чем он особенно нуждался, потому что ничто его так не печалило, как неверующие. 12-18 стихи. «Между тем, во время проконсульства Галеона в Ахае напали иудеи единодушно на Павла, и привели его в предсудилище, говоря, что он учит людей чтить Бога не по закону». Не по закону говорит. «Чтить Бога? Но не по закону. Не так пальцы прижал. Не так сказал. Два или три раза аллилуйя. Не по закону». Когда же Павел хотел открыть уста, Галеон сказал иудеям, «Иудеи, если бы какая-нибудь была обида или злой умысел, то я имел бы причину выслушать вас, но когда идет спор об учении и об именах и о законе вашем, то разбирайтесь сами, я не хочу быть судей в этом». И прогнал их от судилища. Здорово. А все елены, схватив со сфена начальника синагоги, били его предсудилищем, и Галеон немало не беспокоился об этом. Павел, пробовав еще довольно в дней, простился с братьями и отплыл в Сирию, и с ним Акилой прескила, острыхшую голову в кенхреях по обету. Толкование. И однако ж ничего не осмелились делать, но привели его проконсулу, а он изгнал их в судилище. Кажется мне, это был один из гуманных людей. Что же касается того, что они били со сфена, так это или потому, что и он, как начальник синагоги, Крисп, предан был более Павлу. Или же они так далеко зашли в неистовстве, что забыв свои планы, вместо Павла стали бить со сфена. Маленько ошиблись. Или же били его потому, что хотели убить Павла, а со сфен не позволил им. Значит, три толкования, и он берет, а мы же как, не знаем, но предположительно так, вот так следователи работают. Били со сфена, поступая противозаконно, ввиду самого начальника, говоря этим, если всякий делает то, что хочет, если закона более не существует, так вот и мы и бьем его. Проконсул же не останавливал их, но позволял им бить друг друга. Майдан. Если бы они поступили так, не по отношению к себе самим, а по отношению к какому-нибудь из другой нации, то он, конечно, образумил бы их. Так как иудеям казалось, что он учит отступничество от закона, и так как многие гнушались его и не принимали его проповеди, то и здесь, и в храме Иерусалимском делают это с высокой целью. 1 Коринфянам 9.20 Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Разумеет, обет отречения. Дал обет остричь волосы, чтобы свою деятельность более не посвящать уже мирским делам, подобно мирским людям, но чтобы подобно человеку, живущему по Боге, посвятить себя церкви. И Акила также пообет остричь свои волосы, потому что это делалось с теми, кто хотел жить благоугодно. Но мести это был древний обычный у иудеев, поэтому и подстрижение монахов целесообразно. Не то, что сам монах, что-то не подстриженообразно, а то подстрижение. Почему он говорит о сам монах? Это блаженный фефилакт. Подстрижение монахов целесообразно. Ну и покажите, где. Почему апостолы не подстригались никто? Не апостольские мужи. Комментарии Игнатия Лапкина. Господь Христос отождествляет проповедь апостола со своими словами, Лука 10,16. Слушающий вас меня слушает, и отвергающийся вас меня отвергается, а отвергающийся меня отвергается пославшего меня. Как страшно слышать и видеть сегодня православных людей, прихожан, священников и архиереев, которые не просто не проповедуют и ленятся, но активно бунтуют против проповеди и препятствуют распространению благовестия. Они не принимают проповедь ни в устной форме, ни в письменной, и так научают своих прихожан. 1 Фессалоникий, Киевсом, 2,16. Которые препятствуют нам говорить язычникам, чтобы спаслись, и через это всегда наполняют меру грехов своих, но приближается на них гнев до конца. 19,21 стихи. Достигнув Ефеса, оставил их там, а сам вошел в синагогу и рассуждал с иудеями. Когда же они просили его побыть у них доле, он не согласился, а простился с ними, сказав, «Мне нужно непременно провести приближающийся праздник в Иерусалиме. К вам же возвращусь опять, если будет угодно Богу». И отправился из Ефеса. Акила же и Прискила остались в Ефесе. Толкование. Акилу и Прискилу оставил в Ефесе без сомнения с тем, чтобы они учили. Так как, пробыв с Павлом так много времени, они научились многому. Будучи пророком и зная, что ему следовало повзратиться, Павел дал обещание снова возвратиться в Ефес. А чтобы никто не делал того же самого по неразумию, давая безотчетное обещание сделать то или другое, Павел научил нас не давать никакого обещания в будущем без своего укрепления слов, если будет угодно Богу. Потому что никто не знает, что принесет следующий день. Поэтому безумен тот, кто не ограничивает своего обращения, обещания словами, если Господу угодно будет. Потому что, если кто будет обещать самоуверенностью, что непременно сделает, то часто будет выслушивать следующие слова. Лука 12,20. Но Бог сказал ему, безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? 22-23 стихи. Побывав в Кесарии, он приходил в Иерусалим, приветствовал церковь и отошел в Антиохию. И, проведя там несколько времени, вышел и проходил по порядку страну Галатийскую и Фригию, утверждая всех учеников. Толкование. Посещать верующих и укреплять их было всегда с неправилом Павла, чтобы, если найдет их ослабевшими, обличить их бремя наставническим назиданием. Комментарий Игнатия Лапкина. Апостол Павел не только убеждает своего друга, ученика и соратника Тимофея, но умоляет его и всех, кто будет следовать за Христом, такими словами. 1 Тимофей 4,16. Вникай в себя и в учение, занимайся им постоянно, ибо так поступай, и себя спасешь и слушающих Тебя. Какие простые и ясные слова, не требующие никакого толкования, ежедневно, ежечасно проверяя свою веру, так ли веришь, как Господь заповедовал? Иначе ни о каком спасении речи быть не может. 2 Коринфянам 13,5. Испытывайте самих себя. Верили вы? Самих себя исследовайте, или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос вас? Разве только вы не то, чем должны быть? Наша вера, наша жизнь по вере должны ежедневно, как перфокарта, накладываться на ту веру, которая была дана Христом, на то, как веровали апостолы. И должно сходиться один к одному, как говорит Иоанн Златоуст. Если есть тысячи отверстий на перфокарте, и оно не совпадет, то это уже не даст конечного результата, который запрограммирован. Неужели трудно нам, православным, сверить свою веру с книгой Деяния апостолов? То, что у нас есть, то, с чем мы занимаемся дома и в храме, похоже ли на то, что описывает книга Деяния апостолов? Вникать, испытывать, исследовать самих себя. Пастыри должны этим заниматься день и ночь, предпринимая поездки по веренной им епархии, по благочинению, по приходам. Архиереи и священники должны непрерывно заниматься наставническим назиданием. Наставническое назидание это не богослужение, не каноны, не акафисты, не требы, чем сегодня занимаются практически 100% священнослужителей. Наставническое назидание это научение, наставление, исправление, увещание и укоры, церковное наказание за отступление от Слова Божия. Не случайно Златоуст Иоанн говорит, чтобы обратить душу ко Христу нужны тысячи талантов, а чтобы крестить человека не нужно ни одного таланта, достаточно быть законно рукоположенным и незапрещенным. Сегодня желающие принять крещение толпами приходят в храмы и ничего не знающие в течение нескольких минут получают звание христианина без наставнического назидания. Здесь нет ни духовного рождения, ни жизни во Христе, ни спасения. Наставническое назидание оно не только укрепляет уже обратившихся ко Христу, не только делает их более стойкими в гонениях, но и приобретает новые души. В духовных училищах, семинариях и академиях должен быть введен главнейший предмет, называемый проповедь и наставническое назидание. А экзамены сдавать по этим предметам на практике, на миссионерской работе среди неверующих и еретиков и, судя по результатам, переводить на следующий класс. Вот как я вижу, что делать тоже в семинариях и в академиях. А теперь они нужны. Семинарии и академии нужны только для одного, чтобы научиться оправдывать любое безумие, любое беззаконие, любой грех, любое нарушение канонов. Они умеют все. Я говорю, зачем бороду бреешь? А вы мне скажите, вот Бакенбард относится к бороде или голове? Никогда даже не заставил. Ну, тут волос по-другому даже. Он другой волос. Состав волоса другой. Я видел, недавно с одним беседовал, у него вот так вот, вот здесь вот борода, вот сюда вот идет, вот здесь вот только глаза и нос, только все остальное, вот это все, щеки, вот это полностью бороде. И он не трогает их. И он интересен. 24-25 стихи. Некто иудей именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый и следующий в Писаниях, пришел в Ефес. Он был наставлен в начатках пути Господня и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова. Толкование. Некоторые утверждают, что Аполлос этот есть Аполлос, епископ Коринфский, о котором Павел пишет 1 Коринфянам 16, 12, 26. Что до брата Аполлоса, я очень просил его, чтобы он с братьями пошел к вам, но он никак не хотел идти ныне, а придет, когда ему будет удобно. Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог. 26-28 стихи. Он начал смело говорить в синагоге. Услышав его Акила и Прискила, приняли его и точнее объяснили ему путь Господень. А когда он вознамерился идти в Ахайю, то братья послали к тамошним ученикам, располагая их принять его. И он, прибыв туда, много содействовал уверовавшим благодатью, ибо он сильно опровергал иудеи всенародно, доказывая писаниями, что Иисус есть Христос. Полкование. Если Аполлос крещен был только крещением Иоанновым, то каким образом он пламенеет духом? Дух Святой не сообщался таким образом, и если его последователи нуждались в крещении Христовом, то гораздо более нуждался в нем он. Итак, что сказать на этом? Мне кажется, он из числа 120, крещенных вместе с апостолами. Или если не так, то и с ним было то же, что из Корнилия. Крещение Иоаннова призвало к покаянии, но не доставляло в то же время очищения от греха. Так что различие между крещением Иоанновым и крещением верующих заключалось в том, что крещение верующих дарует оставление грехов, так как верующий крещается во имя Отца и Сына и Святого Духа и омывается от предшествовавших к крещению заблуждений. Если же крещенные Иоанном не имели Святого Духа, то каким образом Аполлос, крещенный только Иоанновым крещением, пламенел духом? Но в таком случае, если он и пламенел духом, все же не имел Святого Духа, потому что не говорил разными языками, не пророчествовал, иное дело пламенеть духом и иное иметь Святого Духа. Имеющий Святого Духа, имеет его обитающим в себе, и сам дух вещает тьмы из сердца, его, как вещал апостолам, то запрещает, опровелевая им глагол от слова. А пламенеющий духом совершает что-либо под руководством духа через освящение, и наставление внешнее, так как от чувственного следует заключать к невидимому. Обличать перед людьми, а значит показывать дерзновение, обличать твердо, а значит являть силу, а обличать на основании Писаний, значит свидетельствовать о своем знании. Ни дерзновение ничего не доставляет без силы, ни сила без дерзновения. Комментарий Игнатия Лапкина. Ефесянам 5.11 И не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. 1 Тимофея 5.20 Согрешающих обличай перед всеми, чтобы и прочий страх имели. 2 Тимофея 4.2 Проповедует слово. Настой во время и не во время. Обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Титул 1.9 Противящихся обличать. 1.13 Обличай их строго, дабы они были здравы в вере. 2.15 Говори, увещевай и обличай со всякой властью. Там, где нет обличения, нет животворящей струи и света. Там происходит гниение и превращение в затклое болото. Есть целые общества, которые основаны на осуждении других. И этим живут целые столетия, не допуская обличительного гласа своей среди о самих себе. Это мертвое царство сна и обряда. Глава 19. 1.5 Во время пребывания Аполлоса в Каримфе, Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Ефес. И найдя там некоторых учеников, сказал им, приняли ли вы святого духа у веровав? Они же сказали ему, мы даже не слыхали, есть ли дух святой. Он сказал им, во что же вы крестились? Они отвечали, во Иоанново крещение. Павел сказал, Иоанн крестил крещением покаянием, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса. Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса. Полкование. Эти, не знавшие даже того, что есть дух святой, много отличались от прочих учеников, потому что из следующих слов, да в грядущего по нем веруют, видно, что они не веровали и во Христа. Не сказал, что крещение Иоанново – это ничто, но что оно несовершенно. Как же они, будучи в Ефесе, приняли крещение Иоаннова? Быть может, они путешествовали в то время в Иерусалим и возвратились оттуда, не получив даже сведения о Христе. Не говорит им, веруете вы в Иисуса. Павел знал, что они не имели Духа Святого, но у него является желание сказать так, чтобы узнав, чего они лишаются, они сами потребовали этого. Шестой, седьмой стихи. И когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать, всех их было человек около двенадцати. Палкование. Не видели Духа, потому что Он невидим. Но некоторые подлежащие чувствам доказательства Его присутствия представлял дар языков. Один говорил по-персидски, другой по-римски, третий на каком-либо ином языке. И по внешним признакам видно было, что в каждом говорит Дух. Восьмой стих. Придя в синагогу, он небоязненно проповедовал три месяца беседу и удостоверяя о Царстве Божием. Толкование. Подвергал себе опасностям или стал говорить еще яснее, не затеняя своего учения. Посмотрите, везде Павел проникает в синагоги и всегда выходит одинаково, так как всюду желал воспользоваться случаем. Комментарий Игнатия Лапкина. Апостол Павел обращается ко всем без исключения и говорит, 1 Корсеном 4,16 «Подражайте мне, как я Христу!» Какое бы известие мы не получили сегодня о передвижении по стране патриарха и архиереев, всюду и везде пишут об этом совершенно одинаково. Совершил божественную литургию, заложил, осветил, были встречи с местным руководством и тому подобное. Кто может припомнить за всю историю православной церкви, чтобы священнослужители поступали иначе? А нужно бы, подражая апостолу Павлу, делать так. Патриарх, архиереи и освященники стали говорить, не затеняя своего учения. Они должны входить под кровь молитвенных домов сектантов, иноверцев, дома и клубы, безбожников, государственных учреждений и всюду говорить и говорить, не затеняя своего учения. Только тогда православная вера будет похожа на апостольскую. Только тогда деятельность священнослужителей будет похожа на деятельность апостола Павла. Этим должны заниматься все носящие имя христианина. Как говорит Иоанн Златоуст жалуясь на своих безумолвных немых прихожан, говоря, что он один ничего не успеет, если его прихожане слушатели не понесут его слова дальше. Наша вера будет спасительной и воистину православной только тогда, когда мы всюду будем говорить о любви Христа, о его крестных страданиях и о воскресении, не затеняя своего учения. В противном случае любая вера не похожа на апостольскую есть лже-вера и в которой никто не спасется. Вот так. Там у нас было 16, это 17.